Мы поклонимся России, краю дедов и отцов, Говорим тебе спасибо за священный вечный зов С вечной верой в человека, он живет у нас в крови. Вечный зов добра и света, вечный зов родной земли. Отдыхать по-разному, но кто пришел, большое спасибо всем. Дети – наше будущее. Детей нужно воспитывать, детей – все праздники, которые посвященные, великие праздники, нужно отмечать, чтобы дети их запоминали и дальше все это продвигалось. Значит, что я хочу сказать. По соревнованиям. Значит, соревнования сегодня у нас борьба с амболь-зюбот. Что это значит? Кто-то первый раз, кто-то уже боролся. Все прекрасно знают. Значит, как всегда, мы выходим в правый угол, отсюда и с левой стороны, и красный, это красная куртка, и с другой стороны синяя куртка будет. Значит, в обуви не выходим, только борцовки и лечебки. Понятно, да? Без курток тоже не боремся. Дальше. Если в рукопашном бою мы разрешаем, вот цепочки, ниточки с крестиками в борьбе, пожалуйста, если есть возможность, снимайте, потому что будет бороться, зацепиться пальцем, будет хватать, и уши оборвут, и пальцы попорежут, у кого какие нитки. Поэтому с этим очень осторожно нужно. Есть возможность, снимайте, чтобы не было травм. Потом мы говорили, вот, мы никто не предупреждали. Понятно. По правилам. Самбо-цюдо. Самбо-цюдо. Куртка. Ну, здесь еще и не у всех должны были сегодня прислать, но опять половину не прислали, значит дальше будет. Теперь пояса. Выбислили. Вот, нет, 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 вот, да. Вот так вот тут пояс не должен висеть. Это о чем говорит? Пояс не может завязывать. Нужно учить завязывать пояс. Вот такие вот концы не должны висеть. Это что такое? Пояс задевается. Один конец сюда, снаружи. Второй вытаскивается. С этой стороны другой конец. Сзади откручивается, выводится вперед. И здесь завязывается узел. Надо 3-4 узла. Узел, любое падение на живот, узел попадает. Тоже можно быть, если накручен вот такой большой. Тоже может быть травма. Понятно, да? И вот сюда тоже затихивает. Пояс должен быть нормальный. 15-20 сантиметров конец. Ну чуть больше там, не придираемся. Но когда висят аж ниже колена, ну туда, значит это уже неправильно завязано. Дальше. Самбо-тюдо. Удушение, ребята. Тюдо. Чем отличается самбо от тюдо? Тюдо есть удушение, самбо есть болевые на ноги. Мы делаем самбо-тюдо. Можно и душить, и можно болевые делать на ноги. Почему? Потому что у нас называется российская общественная система самозащиты, которая предполагает и защищаться и от самбо, и от тюдо. Но чтобы защищаться, сначала нужно научиться. Для этого мы сначала обучаемся, а уже когда вы что-то научитесь, тогда можно будет уже конкретно по росту. Есть некоторые вещи, которые нет ни в самбо, ни в тюдо у нас есть. Поэтому называется. И по правилам, значит, удушение. Удушение через руку. За шею одной рукой нельзя. Думя, тем более. Только через руку можно душить. Курткой, пожалуйста, душите. Ногами треугольник, но через руку опять. Душим ногами. Дальше. Болевые на ноги разрешены, как в самбо. Но вообще любой болевой прием стойкий не делается, только лежа. Если делают на ногу болевой прием, и партнер взял и поднялся, останавливается, делает на руку болевой, он поднял его вместе, а он не висит на руке, останавливает. Это кто не знает правила. Дальше. Площадка. Выход за площадку. Красная линия. Одна нога не считается. Две ноги стали. Выход. Три выхода разрешается. Первый. Второй выход. Бал. Третий. Два. Четвертая дисквалификация. Удержание. Удержание делается один раз. Значит, у детей время проходит по две минуты. У... С одиннадцати лет три минуты идет борьба. Дальше. Так, две и три. Дальше. 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 Броски. Броски как в самбо. Оно немножко сейчас в самбо меняется. Если мы немного переделываем, значит, бросок в стойке. Если партнер бросает и остается в стойке, а того, кого бросили, он падает на спину, четыре балла. Два таких броска восемь баллов. Восемь баллов это чистая победа. Вообще, разрыв в счете восемь баллов останавливается. Бой. Дальше. Удержание делается один раз. Двадцать. У детей десять секунд. У взрослых с одиннадцати лет там двадцать секунд делается. Один раз два балла. Пополам разделяется по одному баллу. Понятно? Да. Даже можно посмотреть. Нет, наверное, двадцать. Нет, десять или двадцать. Да, как было, так ничего не меняется. Дальше. Броски. Бросает партнер и падает вместе с ним. Но тот, кого бросили, падает на спину. Два балла. Остальные броски, сбивания любые на живот, на бок, на плечо, на третью точку. Это все по одному баллу. Единственное, если он падает на лобки, на коленки. Его бросили, а он пал на коленки. Не считается. Дальше. Есть такой спорный момент все время. Когда один хватает за ноги, а второй берет его и сразу перекидывает кувырком назад через голову. Тот, кто схватил, тот считается выиграл. Если его схватили, и он остановил, убрал ноги, или остановил его, а потом сделал прием, тогда считается тому, кто перекинул. Тому дается. И опять, зависит от того, как он его перекинул. Может перекинуть сразу на спину, а может на третью точку просто прокатились и все. Это балл. Дальше, дальше. Еще раз. Душить можно только через рук. За одну шею, кого двумя руками не берем. И не в стойке, ребят, только в душении, болевые, лежа. Да. Ясно, да? Только через руку. То же самое здесь, когда душите, только через руку. За шею брать, например, руками нельзя. Броски за шею, запрещенный струк. А если берете, значит нужно за руку хватать. Вот такого сразу останавливаем. То есть вот такого делаете. Только через руку. Второй раз такой бросок делается, если за шею, дается балл сразу. Вот это запрещенные действия. Запрещенные действия наказываются. Если я прохожу в ноги, и он сразу делает переворот, то балл мне, потому что я где-то начал действовать. Я начал оттапливать. А вот если я прохожу в ноги, меня остановили. Да, остановили. И потом только перебросили. Да, он получает попадание. Да. Все, единственный момент. На мостик. Я сейчас, кстати, вы зачитаете, можно самому ставить? На мостик. Если он на нем остался, на нем остался, пола не косметится. На мостик. Он остался и перевернулся на него. На мостик. Вот сразу раз, то бросок не засчитывается. Не засчитывается. Да, он не засчитывается. И дальше идет удержание. Опять, еще такой момент, ребят. Когда вы начинаете бросать, да, вы сразу бросили, начинаете руку хватать, начинаете болевой делать. Первое, что нужно сделать, это удержание. Получить баллы. Удержать. И после того, как сказал судья, удержание засчитано. Дальше начинаем уже болевой делать. Вы перешли на удержание. Сначала держите. 10-20 секунд держите. Когда время прошло, начинаете потом борьбу. Я говорю, защита на немногих встают и заканчивают борьбу. Нет, просто продолжают делать болевой прием. Нет. Когда сказал судья, стоп, вот тогда нужно вставать. Пока стоп не сказали, мы ничего не делали. Броски. Если я в стойке остаюсь, я бросаю. Я остаюсь в стойке. 4 балла. Если я бросаю, падаю вместе с ним. 2 балла. Если я бросаю, он падает на спину, на хоку, да, там, на хоку. Я падаю вместе с ним. 1 балл. Все остальное по баллу делаю. Да, если я бросаю на локти, сразу перевернусь на локти. Он перевернулся, на колени на локти стал. Нет, не считай. Не защита. Вопросы есть? Нет. Так, еще удержание, ребят. Что такое удержание? Это нужно прижаться грудью к паративнику и держать его. Ноги садятся сверху, садятся на колени и якобы держат. Нет. Одна нога, значит, нужно ногу вытягивать, прижиматься к груди. Понятно, да? Прижимание обязательно должно быть. Если он лежит на груди, а вы спиной его вот так держите, не считается. Только грудью. Можно делать, да, там удушение, еще что-то, болевые спиной лежать на нем. Но удержание это не считается. Выходы уже говорили. Как что? Дальше. Болевое. Значит, до 11 лет. Не вытягиваем. Только руку выпрямили, я сразу останавливаю. Я не даю, чтобы дальше была травма, еще что-то. Потому что чуть дернул сильнее, перегнул, все. Как только рука выпрямляется, она идет на выпрямление, я сразу останавливаю. Вижу болевой, все. Уже с 11 лет старше, руку гянут, я не останавливаю, я жду. Уходы всякие есть. Поэтому, да, больно, стукнули, сдались. На ногу точно так же, стукнули, сдались. Ребята, терпеть, не надо здесь, не в соревнованиях международного класса. То есть, если больно, если чувствуете, что да, больно, все. Я просто старше. Да. Не надо терпеть, там, по коротким словам, потому что травма, это уже все. Потом, здесь потерпите, на соревнованиях, вы не сможете иметь свои. Да, и еще такой момент. Ребята, немножко потише надо. Вот команда есть, команда болеет за своего участника. Я говорю, не надо носиться перед судьями. Вот здесь зрители сидят тоже, вы не верите перед ними, тоже там не видно. Сели по краям и сидите. Кто предварительно вызывает, да, подготавливается. Сейчас, сейчас. Так, еще вопросы у кого есть. Кто не боролся, спрашивайте сразу. Чтобы потом не... Выбор, все понятно. А, еще такой момент. Некоторые берут и специально выталкивают. Если в броске и бросили, и он улетел, это не считается выход за площадку. А если он убегает и выходит, вот это считается выход за площадку. Если начинают специально выталкивать... Ребят, вы с троих стоите. Во! Еще руки в карманы засунул. Если начинают выталкивать специально, первое замечание, на второе будет уже... Вернее, да, будет предупреждение. Поэтому специально выталкивать тоже не надо. И что это за трус? В смысле за трус? Потому что он сам убежал. Ну, если он уходит, да, нет, ну, если выталкивают, да, он все-таки выходит, да. Но неявно, бывает в борьбе, с борьбой там выталкивают. А когда просто явно выталкивают, это видно. Это видно, когда выталкивают или просто борются. Так, сейчас 5 минут вот здесь разминаемся и начинаем наше соревнование. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 DimaTorzok 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 Субтитры делал 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 DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Алло! 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 Здорово! 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 Алло! Здорово! Я звоню, звоню, что-то могу. А я на тревновойник помру. Валерий! Спасибо! На тревновойник! Какая путь! Крик! Спасибо! Добрый день! Да! Ааааа! Ааааа! Давай! 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 Ну что, как у вас тут? Как у вас тут? Мам, камеш приглашайте! Идет! Идет! Саша! Идет! Готовится! Стояние Денис! Эрзоян Рубин! Рубин! Да? Рубин! 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 Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok